В предыдущих сериях Макс с Мишей отправились в прошлое, чтобы заработать денег на продаже биткоина. Миша занял крупную сумму у своего знакомого по кличке Худой, и ребята пошли к Джину, чтобы он перенес их в 2017 год. Оказавшись в том дне, когда курс биткоина был самым высоким, они осуществили свой план и разбогатели. Деньги начали плохо влиять на Макса, он хотел много тратить и развлекаться. В конечном итоге он устроил вечеринку в дорогом отеле, о которой на утро узнали все, в том числе и Джин. Наш корреспондент Алла Байзулина решила узнать все подробности произошедшего и прямо сейчас берет интервью у одного из участников инцидента. Всем здорова, сразу хочу сказать, я уже как бы с Настей год не встречаюсь так-то, и там вообще на видосе другой тип. Вы можете как бы сторисы посмотреть, я вчера был в другом месте, и позавчера, я вообще по-другому выгляжу. Посмотрите на этого типа, ему реально тридцатка. Вы видели вообще, как он одевается? Какие вопросы, ребята? Джин сказал, что перед каждым перемещением он напоминал нам о правилах, но мы все равно их нарушили. Я боялся, что нас отправят куда-то в прошлое Египта, и мы будем там строить пирамиды. А Макс, походу, боялся, что теперь он не сможет заказать себе двойную шаурму. Джин сказал, что у нас со счета списаны все биткоины, нет денег на карточках, а про наказание сказал, что не будет нас наказывать. Добавил, что мы сами себя наказали. И исчез. Звучало очень странно. Миша начал орать на меня, говорить, что я тупой, и что все эти проблемы у него только из-за меня. Я сказал, что если бы он не хотел такой жизни, то он бы и не придумал такой план. Миша сказал, что он его придумал, но когда у него появились деньги, он не шиковал, как я, и что бабки свели меня с ума. Я сказал, что с ним все ясно. Он сказал, что со мной тоже ясно и ушел. Конченый. Я начал думать о том, какое наказание, говорил Джин. Может пойти к гадалке, чтобы она сняла с меня порчу? Блин, на мне же нет пока порчи. А если я потом превращусь в собаку? Как тогда сказать гадалке? Было сложно, но к гадалке я не пошел. Будь что будет. Еще и с Мишей поссорились. День начинается, как обычно. В дом ворвалась Настя. Я сказала Максу, что Мишу закинули в какую-то тачку. Макс спросил, кто. Я сказала, что ничего не знаю, но когда я начала орать, чтобы они его отпустили, то один из них сказал, чтобы деньги мы привезли на загородный склад до 7 часов вечера. И добавила, что там фигурировал какой-то худой. Макс сказал, что все, жопа. Я спросила, что они уже натворили. Макс рассказал всю историю. Я сказала, что достану Мишу из этой задницы, только чтобы лично его убить. Я спросила, сколько они занимали. Макс сказал, 5 тысяч долларов. Настя сказала, что после Миши они придут за мной. У меня что-то сжалось. Она спросила, где можно найти 5 тысяч долларов. Я сказал, что проблема в том, что мы обещали им вернуть в 5 раз больше. Я сказала, что наступило время уходить. Добавила, что видела такое только в фильмах. И потом те люди уже не жили. И те, кто были с ними рядом, тоже. Поэтому прощайте. Макс сказал, что мы все разрулим. Ему пора переставать смотреть фильмы со Стетхэмом. Я сказал худобу, что деньги найду. Нужно немножко времени. Он сказал, что у меня для этого было 12 лет. Боже, как быстро летит время, когда тебе 25. Мое уже, скорее всего, прилетело. Кудой сказал, что передал моей подружке, где нас можно найти. Я сказал, что денег у нее нет. Добавил, что у нас все забрали. Кудой сказал, что это не его проблема. Если я кому-то нужен, то деньги найдутся. Добавил, что у меня осталось еще 2 часа. Настя спросила, как будем поступать. Я сказал, что все продумал еще в компьютерном, когда мы только получили биткоины. Я перевел 3 биткоина на другой счет. Именно на такой случай. У нас же всегда какая-то задница. Настя сказала, что я умный. Спросила, почему тогда я не перекинул больше биткоинов на другой счет. Я залагал. Настя сказала, что я тупой. Я сказал, что есть одна проблема. Да я, короче, Миша не сказал, что я 3 биткоина скинул на другой счет. В смысле? Ну я типа хотел, знаешь, как в фильмах. Получается, все плохо. Прихожу я, закидываю бабки, добазариваюсь худым. Девушки меня любят. Макс, ты кретин? Его же там пытают, блин. Это серьезно как бы? Мы посмотрели на время. У нас оставалось полчаса. Я сказал Насте, что нужно спешить. Макс предложил зайти за несколько секунд до конца, как в фильмах. Я спросила у Макса, а может ли быть такое, что у худого спешат часы. Макс сказал, может. Он начал сам понимать, что он тупой. Но это уже хоть что-то. Мы зашли. Нас сразу встретил худой и начал спрашивать за деньги. В этот момент Миша начал что-то кричать, типа, оставьте меня, бегите, вы все еще можете спастись. Не знаю, что это было, может он выпендривался перед бывшей. Но когда он увидел, что мы принесли бабки, он резко замолчал. Худой сказал, что с нами приятно иметь дело. Сказал Мише, чтобы тот передавал привет маме. Нихера себе хороший знакомый. Мы вышли. Миша спросил, где мы взяли деньги. Настя рассказала ему историю. Миша спросил, почему я скинул только три биткоина. Ребята, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась эта серийка, то обязательно ставьте лайк. А также не забывайте подписываться на наш инстаграм. Ведь именно там вы можете узнать все новости намного раньше, чем они появляются на ютубе. Там все в лайв. Субтитры сделал DimaTorzok